Итак, изначально я сохраняю этот файл как save shoot. Он у нас будет называться 5. 5.0.1 Shoot 5 Я думаю, что мы одним файлом обойдемся, поэтому называю только shoot 5.0. Так, что нам сейчас еще нужно? Ну, нам нужно прилинковать объект. Объект мы будем линковать следующий. Create object. Book. Files. Book. Object. Book. Есть. Так, сейчас будем сразу смотреть, как оно выглядит. Есть. Книга прилинковалась. Теперь давайте сразу мы ее расположим. Так, object make local all. Давайте мы ее сразу теперь расположим там, где нужно. Ну, примерно на вторую линию от, на две клеточки от бэкграунда. Передвинули. Смотрим в камеру, как это будет выглядеть. Отлично. Сейчас что мы делаем? Rotate по X 90 с минусом. Жмем минус. Escape. И Rotate по Z тоже 90. Окей. Перемещаем вверх. В самый верх. И давайте переместим, как всегда, на отдельный слой. Так, единица. Смотрим, как это выглядит. Так, теперь нам нужно ее продублировать, эту книгу. Дублируем следующим образом. Shift D. Перемещаем. Смотрим, чтобы зазор у нас был минимальный. И еще раз дублируем. Shift D. Есть. Ну, давайте повернем немного книги. По Z одну. По Z вторую. Чтобы была такая стопка не совсем ровная, так скажем. Окей. Единица. Выделяем одну. Ctrl A. Location. Жмем T. Rotation. И Scale. Ctrl A. Rotation. Scale. Location. И то же самое с последней книгой. Проделаем Ctrl A. Rotation. И Location. Теперь, что нам необходимо сделать. Переходим в вид с камеры. Выделяем первую книгу. Нам нужно сделать анимацию ее. Переходим в первый кадр. Ставим A. Location. Rotation. Переходим в 20 кадр. Перемещаем книгу вниз. Где-то вот на уровень сюда. Жмем A. Location. Rotation. Смотрим, как это выглядит. Слишком медленно. Ну, давайте мы вначале проставим ключи. А затем будем все делать оставшиеся. Так. Где-то на 10 кадре это сделаем. Переходим в кадр 80. Давайте я разбью окно на несколько окон. Так будет удобно. Здесь мы оставляем камеру. Здесь жмем 3. Переходим в режим отображения сбоку. И здесь единица. Ну и давайте включим камеру. Камера у нас... Давайте ее переместим на M. Вот сюда где-то. Включим камеру. И наш объект к нему. Так. В 80 кадр. Ставим опять же A. Location. Rotation. И переходим в 100 кадр. В 100 кадре, что мы будем делать. Единственный минус, для чего мы это делаем. Вот почему у нас сейчас Individual Origin находится так далеко. Потому что мы его применили к центру. И он установился автоматом в центр. Это нужно для Commotion Tool. Потому что он... Потом мы будем копировать анимацию на все оставшиеся книги. А он, честно сказать, как-то... Не совсем реагирует, если там неправильно поставить Origin. То есть он реагирует... То есть он не копирует просто анимацию на другие. Поэтому с Origin вот так получилось. Ну ничего. Мы сейчас исправим все. Повращаем по X. Вначале. Потом вращаем по Y. Перемещаем по X. Нам главное... Нам важна конечная точка книги. Конечная точка книги у нас будет вот здесь находиться. То есть вы следите за всеми окнами. Как это я перемещаю. Куда я перемещаю вообще. То есть книга будет у нас как бы улетать на камеру. Так. Но нам нужно оставить еще место для остальных книг. Поэтому мы вот делаем следующее. И ставим здесь I. Location Rotation. И смотрим, как это выглядит. Ну в принципе меня устраивает. Книга улетает интересно очень. Что нам теперь остается. Это полностью продублировать ее анимацию. На оставшиеся книги. Открываем. Давайте ее выделим. Все оставшиеся книги. Z. B. Заметьте, чтобы вот светло-оранжевая оставалась книга, на которой уже есть анимация. Это важно. Переходим T. К Emotion Tools. Вначале давайте выделим ее. Transform. Ставим. Жмем кнопку Transform to Deltas. Можем закрыть. Выделяем по новой все книги. F Curves. И копии. Жмем Copy Animation. Смотрим, что получилось. Книги тупо одной вот такой массой улетают. Что нам сейчас нужно сделать? Нам нужно сделать смещение хотя бы на несколько кадров. То есть мы жмем 4. На 4 кадра будет смещение. Делаем его по имени. То есть у нас книги, имена, их следующий бук. Потом бук 0.0.2, 0.0.1 и 0.0.2. То есть мы делаем по именам. То есть имена следуют как бы по порядке возрастания. И жмем Copy Animation. Смотрим, что происходит. Точнее не Copy Animation, а Offset Animation. Вот что происходит. Раз. И книги улетают одна за другой. Но у нас возникла проблема. Давайте я покажу, в чем проблема. Книги как бы проходят одна сквозь другую. Сейчас мы это будем исправлять. Shift Space. Это скроем давайте. Или давайте лучше в этом окне. Даже давайте в этом окне лучше. Откроем Dope Sheet. Позакрываем некоторые вкладочки. Так. Первая у нас должна улетать бук 3. То есть она вот идет последняя. Она должна у нас улетать первая. То есть вот эти два кадра мы перемещаем. Даже я сказал бы, вот этот кадр вначале переместим сюда. Этот кадр переместим там, где был первый кадр. И смотрим, что происходит. Так, давайте я опять. Вначале улетела верхняя книга. То есть никакой проблемы не возникло. Вначале улетела верхняя. Потом улетели все оставшиеся книги. Так, сохраняем. Давайте здесь все восстановим. Логику вы поняли. То есть мы просто меняем порядок проигрывания анимации через Dope Sheet. Ставим здесь Timeline. Давайте позакрываем эти окна. Потому что они теперь нам уже как бы не совсем нужны. Они нужны были для того, чтобы анимацию лучше увидеть. Ctrl-S. Давайте это сделаем поменьше. То есть этот файл я сохранил как Animation Blend Shoot 5. Что нам еще осталось сделать? Что мы сделаем в следующем уроке? У нас будет лучшая цена, надпись и непосредственно выводится сама цена. Так что до встречи... А, и добавим еще спецэффекты. Так что до встречи в следующем уроке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...